ну смотрите все алюминий вот чистенький я сейчас это печку выключил чуть-чуть но это я просто подготовил чтобы потом но вот он совсем чистый вот шлак с него собрал сверху вот он так окисляется конечно нормально но в керамике получается что он достаточно достаточно чистый все равно получается алюминий приветствую всех своих подписчиков на своем канале но сегодня я решил отлить алюминий в ту же самую опоку что я в предыдущем видео показал что у меня получилось когда я отливал бронзу но поскольку бронзу я лил вообще в первый раз и я не стал снимать весь процесс что и как я делаю вот и решил в этом видео как раз но по той же технологии все сделать заодно проверить будет ли лица алюминий не знаю вот форма смесь вот по той же технологии как я лил и бронзу ну и заодно покажу что у меня как вот работает вся моя тут литейка которая умещается у меня на столе все что я вот делал как бы потихонечку но это все конечно нужно еще довести до ума это такие вот получается но в принципе вот каждый модуль вполне себе рабочий и печка в которой я плавлю из сварочного инвертора и вместо муфельки у меня другой инвертор который отжигает опоку ну вот пока так вот так что смотрите кому интересно попробую показать ну и заодно сам посмотрю что там получится у меня в конце ну смотрите что у меня сейчас ну в прошлом видео я показал из бронзы я отлил вот такую фигурку но сам процесс не снимал поскольку первый раз слил думал не получится но что-то получилось сегодня я вот как сказал что хочу алюминий попробовать по той же технологии все сделать вот алюминий собрал подготовил плавить буду алюминий вот в этом керамическом тегелечке опоку вчера залил она подсохла сегодня буду выпаривать воска выливать оттуда а вот сделал вот эту лунку поглубже но поскольку алюминием буду лить ну чтобы давление металла было еще дополнительно к вакууму фигурку вот такую буду отливать вот это как бы образец вот восковка с нее снял и вот так она в опоке там вот это у меня для опоки сейчас опоку поставлю и весь процесс попробую снять сегодня что получится не знаю как получится с алюминием у меня вот вот это у меня вместо муфельки я здесь и прогреваю опоку и вытапливаю вытапливаю воск из опоки вот вот этот инвертор у меня из сварочника такой простенький вот на это работает а это моя основная печка ну я про нее рассказывал в прошлом видео вот работает вот на этот ну пристно любой индуктор работает можно и большой поставить это не суть важно ну вот как то так вот такое керамическое колечко у меня здесь туда поставил чугунную такая стопка у меня чтобы воск туда стекал опоку я вот так вот ставлю вот и накрываю вот этим колпаком вот так вот тут у меня типа опоке такая чугунистая высокую люру стали нагревается очень хорошо плавненько и получается что это еще плавно прогревается вытапливается если на самом медленной мощности то это где-то тут а ватт 300 внутри температура плавненько подымается до 330 градусов вот так как раз вытапливается а потом я покажу как я дальше сейчас воск вытапливаю включу и покажу ну все включаю аппаратик свой маленький так вот так вот это топ потребления 2,5 ампера это напряжение сети а это топ который по первичке тут у меня трансформатора нет напрямую работает вот на этот индуктор сразу поэтому тут топ который протекает через индуктор и он повыше конечно чем топ потребления ну вот где-то так но это примерно вот посмотрите там в районе 300 400 ватт сейчас вот на минимуме в течение какого-то времени по вытапливается я потом покажу дальше процесс ну вот так стоит плавненько до 300 градусов поднимается температура он птичка ко мне тут в окно все бьется периодически прилетает и стучится в окно я не знаю что едут привлекая щас попробую показать если не улетит видите забавно что ей тут надо непонятно вот так помощница забавно либо вот высокочастотный звук который издают инвертор я не знаю либо запах пчелиного воска что привлекает эту птичку сюда но прям пытается залезть залезть пытается в окно вот сегодня с утра она вот постоянно улетит и опять стучится улетит и опять стучится забавно ну ладно продолжим заниматься делами это такое лирическое отступление пусть помогает значит на чем-то я остановился вот смотрите до 300 плавненько плавненько поднимаю да как раз успевает подсохнуть она под пар вот пока идет пар не без запаха не дыма именно пар выходит конденсат вот хорошо вытекает воск а потом я уже поднимаю мощность и довожу прокаливала уже там остатки и в принципе получается очень чистенько это все выжигается птичка прямо вот надо есть что-то здесь чувствую работать она мне не даст что так ее привлекаем ну вот и получается что очень хорошо под таким колпаком а а всего потребляет вот на начальном этапе где-то 350 там 380 ватт а потом я довожу до 800 ватт и температуру где-то до 700 градусов вот все это пока вот такой легкий дымок перестает идти а потом уже остужаю до нужной температуры то что для литья допустим для пронзы там где-то 600 градусов я 550 600 оставляю а вот под алюминий я не знаю сейчас буду плавить посмотрю но наверное градусов 400 наверно будет достаточно для опоки ну вот сейчас померяю пирометру замеряя вот здесь вот сверху тут как раз металлическая часть и все тепло сверху как я думаю здесь примерно вот правильная температура которая внутри этого по пока у меня ну вот 230 градус сейчас до 300 дойдет и я выну оттуда чашечку с воском и подниму мощность ну и пока тут все это выпаривается вакуумный стакан в прошлый раз я но я пылесосом выкачиваю пока но просто пробую для себя чтобы понять можно и нельзя схлопнулся у меня шланг вот теперь поставил такой армированный шланг в сарае нашел этот уже не схлопнется в принципе сосет очень отлично здесь думаю что в этот раз должно получше этот все вакуум а то он только начал у меня высасывать когда бронзу лил но бронза то она тяжелая она продавилась и схлопнулся шланг нагрелся чуть-чуть он пылесос уже он пластиковый и все но при этом все равно отлилось все отлилось вот фигурка которая не отливал в прошлый раз так что в этот раз все закрепил но еще не пробовал вот в этом в керамическом плавить это новый керамический я купил он вот на полкило если по меди получается вот я его ни разу в нем не плавил вот попробую алюминий сначала расплавить в нем алюминий тоже подготовил так что вроде все нормально ну все можно оттуда вот уже пар перешел и перестал вот под парить это сейчас я переставлю уберу оттуда лишний воск вот то что слился ну чтобы он там не испарялся и лишний раз запаха было поменьше и все и увеличу мощность и поставлю на так это аккуратненько переставляю ну вот видите воска весь вытек он там вот нормально в этой остался штучки ну и все а здесь вот конденсат вот вода получается вот сюда вот ну и остатки воска туда тоже сливаются вот и теперь вот все уже сейчас окончательно я оставляю так в принципе это не очень горячая вот эта нижняя часть потому прогревается в основном часть опоки где она стоит вот а здесь в принципе ну здесь вот погорячее снизу так вообще холодно ну видите на дне там а воск в принципе застыл ну вот смотрите вот воск да взвешиваю то что выплавился 14,94 видно не видно да ну тут на краях еще чуть-чуть вот есть ну считайте 15 грамм и фигурку взвешиваю которую выплавлял 15,47 фактически вот воска полграмма всего вот как бы не до выпарилась фактически он весь вытек получается в такой конструкции весь аккуратненько вытекает его можно повторно использовать воск я скажу что это вот эти палочки клеевые с пчелиным воском получается где-то одна треть вот этих палочек остальное пчелиный воск ну я пробовал можно мешать чуть-чуть добавлять туда еще парафин с пчелиным воском но я почему пчелиный воск взял он как-то мне показалось что на ощупь он поплотнее и не надо его красить он такой желтенький в принципе когда отливается фигурка на ней все детали нормально видно в этом воске ну и вроде как выплавляется очень хорошо без всякой гари без дыма тоже включаем а по этой вот конструкции в принципе она вот не горячая хотя там уже 300 градусов снаружи вполне можно ее трогать я планирую сделать корпус сверху и две ручки чтобы можно было вставить поставить снять поставить снять но в таком варианте это пока такой тестовый вариант я первый раз вот попробовал и собрал под нее как раз вот печку именно вот по такую конструкцию вот так что тоже как вариант вот замена муфельки потребляет очень мало но по такому принципу можно сделать наверное и муфельную печь просто убрать тены а внутри намотать обычным вот проводом медным как бы толстым и высокой частотой нагревать внутренний корпус если он металлический стальной он будет хорошо нагреваться и главное что тут перегореть нечем и потребляет гораздо меньше по печкам я пока остановился вот на этих двух конструкциях это полумостовой без трансформатора который сразу работает либо на плоскую катушку ну типа как в индукционной плитке либо вот на такую катушку и вот такой инвертор с широким диапазоном частоты который работает на разные индуктора разные тигли вот две если кому интересно подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылочка там снизу есть в описании вот там я подробно объясняю покажу расскажу что я делал как я делал объясняю почему какие-то конструктивные ну то что в принципе неудобно мне тут на ютуб канале показывать просто в комментариях я тут особо ничего не вижу комментарии они как попало идут а там конкретно людям которые интересно подписываются и в принципе помогу и в сборе посоветую чего-нибудь вот по каким-то вещам ну и соответственно меня поддержите заодно какие-то дальнейшие наработки разработки тоже я буду показывать и здесь на ютуб канале и в телеграм-канале своем просто есть идейка еще одна по поводу вот этих ну это все и сварочников я как говорил это все разные варианты я пробовал и такие полумостовой сварочник и мостовой но много вопросов у меня задают по вот этих типа рессанта которые они собраны по однотактной схеме вот у меня есть идейка как там вот попробовать ее в полумост быстро переделать вот платку шима свою паяю и вот есть у меня инвертор один на пробу такой однотактный вот на нем попробую отработаю тоже технологии тоже покажу расскажу все тогда можно будет вообще не заморачиваться брать любой сварочный инвертор и вот по такому принципу переделывать и все нормально работает ну вот смотрите никакого ни дыма ничего не идет вот уже пошло выше 330 градусов пошла температура подниматься но ничего нигде не дымит никакой гарри ничего никакого дыма нет потребление пока вот значит 368 ватт если видно да вот употребляет сейчас чуть-чуть на такой температуре подержится просто на минимуме вот этот инвертор вот на такой мощности 300 там 50 ватт он больше 350 градусов не нагреет это уже проверено потом я просто подниму и так же плавненько все пойдет нагреваться до 700 градусов и дождется то что не выпарилось в принципе ну как по мне но я не специалист кто-то говорит что в муфельке удобней без муфельки никак я вот подумал вот сделал вот такую себе муфельку именно под свою задачу под свой квадратный тигель вот эту опоку квадратную квадратный стакан сделал ну и все как бы под себя у меня ну по объему тоже и вот это для газификации для дегазации все тоже как раз ну мне удобно все размещается на столе вот как то место занимает мало и все тут под рукой в целом как то так вот у меня разместилось все вот все мое рабочее место получается вот это вакуумный стакан индуктор для плавки вот этот внешний блок резонансный сам инвертор который работает на него вот там вот второй инвертор который работает на опоку для выжигания воска и вытапливания ну вместо муфельной печечки вот ну как то все и все вот тут поместилось опять прилетела птичка помощница что ее сюда так привлекает непонятно прямо вот ей прям так надо сюда вовнутрь ну вот поднял температуру немного да и вот пошел выпариваться уже воск это не пар а уже вот такой белый дымок ну и пахнет воском так это не гарь а именно вот воск испаряется и в принципе он я обычно опоку держу до тех пор пока вот перестанет идти этот дымок такой ну окно открыто уходит фактически и не пахнет так включил эту печку чтобы здесь металл чуть-чуть осел торчал сильно чтобы потом потихонечку все готовлю там опока довыпаривается здесь сейчас металл подготовлю и будет он в таком состоянии в расплавном держаться у меня пока опока подойдет ну чтобы потом сразу вылететь и все ну вот получается что у меня ну потребление вот 6 да и там видно вот можно даже уменьшить чуть-чуть ну вот там 8 ампер вот он расплавился вот он туда уже осел алюминий просто я хочу полный налить чтоб потом не задерживаться когда он уже будет по всему тиглю такой тепленький стоять я просто его быстрее прогрею потом и все все вот так вот он в принципе туда потихонечку и уходит весь ну вот в принципе если ток дать побольше он это этот шлак потом соберу и получается что он довольно чистый получается алюминий без всяких добавок я не знаю может за счет того что в индукционном поле он так он выжимает оттуда вот этот мусор весь свой ну смотрите все алюминий вот чистенький я сейчас это печку выключил чуть-чуть но это я просто подготовил чтоб потом ну вот он совсем чистый вот шлак с него собрал сверху вот он так окисляется конечно нормально но в керамике получается что он достаточно достаточно чистый все равно получается алюминий вот ну и все сейчас подожду пока опока у меня прогорит там все и я тогда опять включу и доразогрею до температуры плавления ну вот почти дымить перестало вот не знаю видно нет все дымить перестало 450 градусов сейчас еще потихонечку греется получается что опока как бы плавно прогревается но весь ну вот так наверное видно да чуть-чуть такой дымок идет получается что где-то часа за четыре она плавненько плавненько так поднимается температура и все это прокаливается но близко к тому что вот написано на формосмеси там по часам надо прокаливать у меня получается где-то четыре пять часов вот опока такая большая которая стоит маленькую может побыстрее можно было как бы а большая вот так и выпаривается и выливается но воска много потому что и вот так сейчас все тут уже еще где-то пол часика и я вот включу опять вот она остыл алюминий даже вот он чем-то сверху радужным таким покрылся вот и заново его расплавлю и все и вылью ну и покажу вам что получается в этом деле никогда не знаю что получится в итоге тем более когда сам не специалист а пытаешься как-то до этого всего додуматься и как-то отладить это дело ну вот пока так ну что все опока готова ничего уже не дымит все и вот и вот и выливаю вам покажу что будет и и и и и и и ампер 8-10 и нормально уже разогреется как раз не торопясь потом шлак сниму и как раз я тут все подготовлю я думаю как раз я успею все это дело сделать сейчас так щупцы чем брать чтобы под рукой все было ну и как бы там все разогреваю разогреется сейчас я вам покажу ну что вот на полутора киловаттах 8 ампер алюминий вон расплавился жидкий я уже с него снял вот в принципе сейчас чтобы опока прогрелась не опока а тигель прогреется чуть-чуть от него вон так чуть-чуть еще чтобы нормально лился эту пленочку оксидную сверху сниму и сейчас как раз я за это время опоку подготовлю поставлю в стакан не торопясь я думаю что должно все получиться но пока не очень удобно вот с этим манипулировать надо и к этому ручки приделать и к опоке ручки приделать чтобы ее переворачивать какие-то приспособления но это у меня пока все тестово поэтому я ну так вот все то что под рукой как-то пытаюсь просто понять процесс а потом что-то я доработаю ну что этот можно выключать аппарат все очень удобно 350-400 ватт в течение 4-5 часов а пока готова все постепенно аккуратно так снимаю так теперь мне надо ее аккуратно сюда и перевернуть просто в прошлый раз я это дело уронил один раз вот самый первый и так как бы капоке нужно ручки конечно приделать чтобы нормально можно было брать а то не очень удобно сейчас мне ее нужно как-то аккуратненько перевернуть аккуратненько чтобы не уронить мне ее во так ну и посмотрим что там получится у меня не получится в этот раз вот эта сторона у меня рабочая все горячее вот так ставим в стакан ее все встало сейчас берем щипцы видно там вроде видно ох алюминий то какой все тут тоже выключаю все уж больно красный он у меня тут прямо светится похоже что я его перегрел не знаю лучше хуже это дело когда перегрето просто не знаю сейчас пленочку я эту сниму оксидно ну ответственный момент наступает щипцы беру так так выключаю не знаю возможно перегрелы металлы возможно и опуха 400 градусов много под алюминий не знаю как но в принципе тут пока терпят тут еще жидкое вон все не знаю выключать не выключать пылесос наверно если протекло то протекло но вот стакан горячий тут еще вон только-только начало схватываться ну здесь терпимо сланг терпимо вот здесь все тоже так тепленько там пылесос в принципе не перегревает ну а тут идет конечно горячий 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 но по первому не сгорит до начала схватывания я подожду ну краёк уже схватило вот сейчас серединка затвердевает вроде так вот судя по тому как колеблется колеблется ну как-то так ну все застыло здесь сверху выключаю пылесос сейчас я из него выдерну там этот шланг чтоб сам пылесос потом остыл включу ну и пусть остывает дальше видно будет ну что все вроде застыло где-то пирометр здесь у меня был посмотреть какую температуру сейчас это дело у меня ну в принципе 160 ну а здесь 250 металл как бы ну в принципе уже я думаю можно будет либо в воду пока тут за ведром схожу ну и будем смотреть что там у меня вышло в этот раз ну что выбираюсь на улицу выбрался воду принес сейчас наступает момент истины смотрим получилось не получилось чего ну вот так вот опока выглядит ну вот она черная это потому что это не ржавейка это металл такой ржавеющий и он вот дает вот это ржавчина лезет по опоке поэтому тут такое дело это такая временная у меня конструкция ну что давайте погружать погружать это ну шипит еще чуть-чуть чуть-чуть шипит алюминий шипит акука подостыла алюминий еще горячий там ну что погружаем показать деление это хороошее размокает хорошо эта смесь я сегодня ее не доводил до 700 градусов поскольку подумал что буду плавить все равно алюминий остужать я довел до 450 и дальше не грел уже и и поэтому для бронзы я доводил до 750 потом остужал до 550 и лил а здесь непонятно чего тут у нас что у нас в этот раз получилось задвижка всего тела вот это самое несказуемое никогда не знаешь что получится тем более когда делаешь что это пить первый раз надо отмочить вот это дно его можно было вымыть у насъемное такое уже ковырять дальше должна быть голова должна вот что-то появилось похоже что до дна долилась во всяком случае насколько передастся вот это все качество отливки не знаю но уже что-то отлилось уже приятно во всяком случае можно всегда будет потом сделать работу над ошибками что-то сделать по-другому поскольку когда это все первый раз и не знаешь вообще что и как и все сколько я посмотрел видео все по-своему льют у всех как-то все говорят что нужно только так лить по-другому не получится я не знаю я обычно все уже наверное заметно по моим печкам на что я методом проб и ошибок делаю 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 потом улучшаю дорабатываю потом опять делаю пробу ну и так наверное с литьем у меня тоже так же будет я думаю что это надолго затянется пока я не добьюсь нужного результата дыхание выпало ну что опаньки смотрите ребята все отлилось вообще вообще все отлилось неужели это неужели мы это сделали очень хорошо все отлилось вся мелкая деталировка всего вот надо зубную щеточку взять и я вам сейчас это все до чищи интересно что вот это вот смотрите видно да ну в принципе вся деталировка все вот видно да это все вычиститься все от грибочки тут цветочки тут грибочки мухоморчики это вроде статуэтка продавалась как и кимора болотная из наших сказок поэтому просто я ее взял из расчета чтобы но сложная деталировка и просто для отработки технологии вот этого литья всего я решил все таки все таки не на своей какой-то сначала делать а на готовый ну ускорится процесс просто ускорился сейчас зубную щеточку возьмут это все дочищем получилось не хуже чем бронза отлилась даже ничего не надо подтачивать в принципе очень хорошо пошел за зубной щеткой но смотрите вот это прошлый раз вот это сейчас это бронза в прошлый раз слил но не снимал думал не получится сегодня то же самое повторил на но всю технологию на алюминии тут уж я думал вообще ничего не получится все говорят что алюминий не передаст деталировку ну смотрите и пылесос справляется вот видите прокачал и все вообще до мелочей там все пропечаталась все как на восковке видите полирнуть останется с обработкой я еще не знаю как это все обрабатывать надо почитать просто это пока отливки в это я отрезал уже то что снизу осталось а это вот металла взял с запасом фактически в два раза усадки нет ведь получается что этот алюминий который перегретый и как как бы в нем ничего не цинка нет я не знаю что это уже за сплав потому что не этот шлаг вышел вот он так вот так вот он отпечатался вот глаза все ну короче все очень хорошо пропечаталась как прям вот на оригинальной фигурке тоже он там внутри вот все там платочек завязан тут грибочки цветочек с этой стороны ну вся вся мелочевка все очень отлично пропечаталась в принципе я доволен в принципе значит работает и смесь работает и и пылесос тянет про протягивает даже даже алюминий легкий но в дырочку вот литейник вот такой был вот литник короткий и принципе тут но тоже все все отлилось нормально вот таким только вот оксидной пленкой покрылась вот она ну пусть это полирнется и будет отлично все вернулся в мастерскую остыл тигелек вот смотрите ну вот в принципе я его просто графитовой палочкой там мешал поэтому вот он черный этот чуть-чуть покрасился графитовой палочкой но там какой-то окисел вот чуть-чуть налип на стенки вероятнее всего что вот эти тигеля нужно сначала хорошо чем-то отжигать что-то они выделяют наверное все таки но во всяком случае вот после алюминия с ним ничего не сделалось и вот в таких алюминий плавить очень быстро и хорошо получается в принципе очень быстро плавится но там пару минут вот такой стаканчик расплавляется вот так что ну вроде как он птичка как раз поздравлять прилетела опять он сидит на дереве ну друзья на сегодня пока все попробовал вроде что-то получилось нормально можно там чуть-чуть технология подкорректировать похоже я все-таки чуть-чуть алюминий не догрел или в опоку не догрел я в этот раз вот под алюминия опоку больше чем 450 градусов не нагревал когда под бронзу показывал в предыдущем видео я ее до 750 прокаливал и потом уже остужал до нужной температуры для литья вот и она была такая после прокалки беленькая а вот когда до 450 градусов только нагрел и дальше не прокаливал но алюминий то отлился в принципе все равно но она такая закопченная вот была опока слегка такой вот закопченная сероватого цвета вот вероятнее всего что нужно все таки хорошо ее прокаливать дальше но это я попробую в следующих видео и вам все покажу но пока все пока